Царю небесный, утешитель души истинный, И жив бездействий, и вся исполняяй сокровище благих, И жизни подателю, и веселися мы, и очисти мне всякие скверны, И спаси блажные души наши. Отец наш небесный, благослови нас на синий занятия. Господи, открой наш ум к разумению Писаний Твоих, Дай нам понять Твои слова, Господи, и исполнить их в жизни. Будь милостивом, пребудь с нами, Господи. Тебе слава, Господи, и отценность, и Твой Дух. Аминь. Мы проходим Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 12 по 13 стихи. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, Кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Псалом 108, 17 стих. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Поколание. Много унижения в этих словах, если кто примет их не так, как следует. И посмотри, что здесь представляется. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил. По-видимому, Он заповедует Отцу, чтобы и Отец хранил, подобно тому, как кто-нибудь, передавая имение на сохранение другому, сказал им, смотри, Я ничего не утратил, не потеряй же и ты. Но все это Он говорит для утешения учеников. Сие говорит, говорю в мире, для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как Ты принимаешь их целыми и будешь хранить их, как и Я сохранил их, и никого не погубил. Как же, Господь, никого не погубил-то, когда Иуда погиб, и многие иные отошли обратно. Иоанна 6,66 Со своей стороны, говорит, Я никого не погубил, что только зависело от Меня, Я ничего не оставил без исполнения, но соблюдал их, то есть всячески старался сохранить их. Если же они сами собою отпадают, это нисколько не относится к моей вине. Да сбудется Писание. То есть всякое Писание, предсказывающее о сыне погибели, ибо о нем сказано в различных псалмах. В 108-м псалме, 8-й стих, в 68-м псалме, 26-й стих и в прочих книгах пророческих. О частице «да» мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причину и то, что сбывается впоследствии. Дозбудется Писание, то есть «да» от этого дозбудется. Мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причину и то, что сбывается впоследствии. А почему один Писание запоминает, а другой не запоминает, нисколько? Хочется, чтобы на дядя еще было. Глазами заварил, как после глубокого похмелья, и не знает. Поэтому ни один, ни два раза. А один Писание знает, цитирует, объясняет, с чем главная причина. Ну, смотрите, была война. Были люди, которые на фронте не были. Они им присылали в фронт, а те кто проявили героический поступок, они решали, какого ордена достоин. Расспрашивали, отправили, похоронки посылали. Домашним назначали какое-то пособие за то, что кормились, погиб. Они на фронте не были, но это все считают свое счастье. А они многое могут рассказать, но на практике у них ничего нет. И когда стали подрастать внуки, там дети, они спрашивают, дед, а ты был на фронте? Я не хочу говорить. Часто пишут, он говорит, дед наш не хотел вспоминать. Было очень тяжело. Это невозможно тяжело было. Нас трое послали, говорит, одна ментовка. На троих одна, а где? А убей врага, берем ментовку. Как я его убью-то, когда убивать-то нечего? Копайте окопа. А танк не две, не три, а 47 тонн. Вот компания приходит сюда, бульдозер, идет все трясет вот так вот. 17 тонн. А это три бульдозера в одном танке. И он разворачивает, вот здесь вот мы, говорит, копаем. Здесь наша работа. Он развернулся, говорит, наклонился в лейко, и пульсили с одной по вагону паффе. По боку он прошел. Но у нас на троих ментовка-то. Что мы сделали? Всех засыпал, задамил, и все. Вначале, говорит, воевает 200 человек, говорит, кончилось, говорит, елес. Прошел дальше, у нас три человека осталось. Наш дед, он к нам имеет прямое отношение. Вы его, кот в себе имеете. Драгобуш, Смоленская, тогда область была. Он говорит, я не знаю, еще иду. Марк, вот зять, теперь это, Барабашей. Он в интернете находит, Лапки Тихон, Дмитриевич. Там-то был город Драгобуш. Там-то он был, там-то был ранен, там ему оторвало. Все написано. Не менее, сначала, а свои-то думают, как спрятаться-то. Они решили так. Вот как у нас здесь. Выдвинуться к кладбищу. А он кладбище напустил, говорит, три самолета. И пошли, ведь уже, мертвецы из гробов летели. Нас, говорит, два человека, командир, говорит, изорванное, и мне, говорит, больше никого не осталось. А мы даже не стреляли, у нас стреляет некого. У кого стрелять-то? Кто может запомнить? Кто может рассказать про это? А тот, кто там был, про этот Драгобуш, он может рассказать. Здесь почему Писание запоминается? Оно мне не касается отвлеченности. Вот ходили за мной, да, ступили. А тут написано 666, три шестерки. Это только в одном месте Библии такое есть. Еще у Исаии есть. Два раза 66 глава и 6 стих. А здесь 6 глава 66 стих. И речь касается отвлеченности, опять же, тот, кто разбивал француз, библиотеку Стефан, он никогда не думал, что это все так будет. Ну, смотрел по предложениям, где кончаются, разбивали на главы, разбивали на стихи. Вот так издать Новый Завет, чтобы только открыл, и ты сразу видишь, какая глава, какой стих, такого не было. Вот у меня есть старинное издание, еще новозеландский, австралийское издание, российское. Откроешь и не знаешь, где еще искать. Места все, которые, вот это у нас сущие, на которые толкует, они по-церково-славянски. Я тоже не знал, как сделать. Но перед тем, как издать, я поставил эту задачу. Господи, поле не засеяно, один терпом в его башке, ничего не понимаю. Мы поехали в одну редакцию, в другую, и я стал спрашивать директоров, как сделать лучшее, кто его знает. А как, вот это, а на корочке-то как сделать-то, тоже никто не знает. И, наконец-то, толкнулся на человека, а меня возят из редакции в редакцию, из издательства. Один одно подсказал, другое, другое, и, наконец, вот так вышло. Равных нашему изданию нету за две тысячи лет. И не будет. Лучше издать, а только больше формата, буквы крупнее, а только вот это. Выделить важные слова. Описание. Вместо, которое писание жирным, курсивым, и как отделяется, кавычками, пробел, тире, все одинаково. Как Бог. А почему очень хотел, а во-вторых, ничего не знал. А в-третьих, дай Господи, как ты сделаешь. У меня сегодня вопросов немало здесь будет поставлено. А людей поменьше, чем обычно. Куда-то разъехались они, я не знаю. Не знаю. Ну, ради занятий. Только ради занятий я бы уже никому не советовал уезжать. Ну, а раз уехали, дальше-то что? А дальше то, что они приедут, вы короните. Вы сразу придите и расскажите, о чем были занятия. Вот тогда будет видно, что вы живые. А если ушел теперь дальше, но закатился, неизвестно куда, за ягодами, за рыбалкой, за грибами. А людей не было, они ненасыщены, они никогда это не будут знать. Он не ходит на занятия. Я неоднократно говорил, кто не ходит в субботу вечером, они в воскресенье не ходят сюда на занятия. И он думает, ну, один занятий пропустил, а чего особенно? Наконец два пропустил, три, пошел в обычный. Нету, нечего заниматься. Духовное очень. Пропускают подряд и всего. В воскресенье приду один раз, а другой наконец зашел, что и воскресенье теперь давно не ходит. Он не просто отстал, а он ушел в другом направлении, его уже нету. Он еще ходит иногда, на глазах притешится, но они вышли от нас, и через это обнаружено, что они все были наши. И вот здесь говорится об этом. Они отошли. И отошли многие. Людей много. Господь кормил тысяч пять, семь, а осталось двенадцать. И ушли все, никого нету. И здесь говорится, что его вины нет. И на днях обо мне в интернете речь идет. Парализованный Сергей говорит, очаровывается, Игнатий Тихонович. А потом разочаровывается. Один говорит, процента восемьдесят пять, он говорит, девяносто девять. Где они считали проценты, я не знаю. А почему? Он не живет этим. Он посторонний, даже может сидеть там, дремать, слушать, но дальше-то не идет. В жизни он нигде его не применяет. Вот здесь отступили, ушли. Ты не можешь запомнить это. А почему я хорошо запомню? У меня были люди, пришли, сидели за этим столом, стали врагами, ушли. Хотя я ничего не делал. Вот этот роман был. Он приехал при меня, нашел в интернете. Такой завез контейнер, начался в строй. Такой специалист, деревья повалял. Тут никто бы не строился. Здесь целый парк был. И вдруг в один день все переменил. Врагом сделал, выставляет ролики в нафи, т.е. еретикт в интернете. И вот, как я стану еретиком, если я не еретикта. Но он даже не знает, что. Никому не подчиняют. Наручники на руки повезли. У него не запомнился, а у меня это хорошо запомнилось. А почему? А зло погашает все знания. И вот мы глядим сейчас. Ты запомнишь, а по тебе не прошло. Не дай бог, что по тебе прошло. Но все-таки прислушайся, как деда рассказывает. Тебе он прадет. Как трудно им было. Как посылали их на невыполнимое. Какое начальство свое было суровое. Посылают. Завтра в три часа пойдете в атаку. Говорят, как в атаку? А он, лейтенант, пришел. Но мужчина-то он знает. Перед атакой бьет артиллерия. Смешать там с грязью. А потом в атаку. Артиллерия ни одного выстрела не сделала идти. Мы все нас тут погибнем. Там укреплено железобетонные бункера. Там такие щели. А пули-то не советские. В несколько раз сильнее. Летят на километр. Там другое, собственно. Он бросился на амбразур. Да его перерезали пополам и выбрали. Все там фальшь. Немецкие турельные эти, как на самолетах, были. Там и пули-то, я говорю, совершенно другие. И другой размер. Враги. И нас посылают. А он говорит, куда бы я пошел? Вот ты слышал приказ, слышал. Почему не повел вот так вот? Кого я везти? А то ты закопа подниму, нас сразу посекут всех. Под трибунал. То есть его сегодня расстреляют, этого лейтенанта. Это все сегодня показывает. Забытые и проклятые, называется. Погибшие и проклятые, кажется, этого. Остапьева. Виктор Петрович. Ну, писатель. Он издал, сейчас призывал там ставить. И рассказывает, как их взяли, призвали в армию. Держали, есть не давали. Пока уже навезли на фронт, у нас половина с голоду умерла. А теперь посылают, говорит, идут. А там грязь перемешанная танки. Трупы лежат. Все это кишки. Все это на матрице, на гусенице. Никто их не хоронит. А это одного мертвого американцы. Бьются, чтобы вызвали тело домой перевезти родителям. Мы настолько разные. Насколько мы не такие. Поэтому на нас на русских смотрят, как антопотопных зверей. Ну, фильм Штарабах. Немецкий генерал смотрит. Идут в атаку. Не разминировали ничего. Где подорвался кто? А дальше другой бежит. Мины нет. Еще один. Ну, подумаешь, 50 человек подорвалось. Зато мы дорогу свободной сделали. Теперь никто не подорвется. Он говорит. Даже врагов смотреть и то непонятно и страшно. Да как так с людьми? За каждого убитого немца заплатили 5-6 человек. За каждого. Какая же это победа? Думали, празднуют день победы. Да какая победа-то, когда поубивали. Страна-то пустеет. И вот так это сказал. Вороти к этому. Я это понял. И для меня Слово Божие наполнено глубоким смыслом. Они были и они отошли. Почему? Они не хотели суровость этой войны знать. Они не хотели. Они думали, что за столом будем сидеть, их угощать будем. Буду подкладывать им книжечки. Я придется читайте. А он зашел и бросил, она у него валяется и лежит в курятнике. Здесь у нас жил Жалтухин, отец Александр, священник. Уехал. На Росток выдавали ему книги, дарили Ирина Васильевна, Иерусалимского Кирилла и нашли у него в предварнике замоченное все. И чем хочется? Они еще и вся семья развалилась. Никого верующих нет. Ты не думаешь, что это просто так. От отца, от матери очень многое зависит. А не так ребенку. Ну ладно, иди там помоли в другую комнату. Еще он помолится. Ему спать охота. А ты встань на молитву. Да его подними. И ты увидишь, как не два, не три шага в сторону рая сделаешь. Вот это мы считаем. Мне это понятно и запомнилось. Так же отходили люди, так же недовольные делались врагами. Это в дальнейшем ноге врагами. Вот я ходил, я узнал, он такой. А что он узнал? Где узнал? От кого он еще с кем-то спознался? Не запоминается, потому что ты этим не живешь. А Слово Божие живые дети, оно в тебя входит. Я в прошлый раз говорил. Выполнили, нет? Вон там три ученика. Варлан, под твоей фотографией что написано? Я говорил, кто-то там умный человек, открыл местописание. Вы заучил? Мама записала это? Папа, отец, тяде записал? Дал ему каждый день считать? Это тебе и фигра в жизни дали. Какие умные у вас учителя. Запомнил? Что у тебя написано там? О, уставился. А что ты туда смотришься? Не видать там еще. Да ты бы каждый день это считал, как молитва «Отче наш». Я в прошлый раз говорил, стромил вас за это дело. Ну, можно было подойти, взять ученик, что я записывал. Я тебе пример ставил. А ты вышел и забыл. А ты бы каждый день запоминал, добил, добил на мозги. Ты видишь, там маленько выгравировалось что-то. Под каждой фотографией Священное Писание. Готовы вы не можете взять. То есть дети вам не нужны. Случайное появление. А если бы это было ожидаемо для Бога, я ее доведу до неба. Я каждый день буду его спрашивать. И ступенькой выше. Дальше новое разъяснение дам ему. Сам буду молиться, как это место понимать. Это не просто так, а Соломон. 3000 лет назад слово зашло, его отпечатали. Я говорю, понятно? Сегодня можно с собой еще разговаривать и вернуться. Но приятный момент, когда вы будете плакать. И уже ничего не вернешь. Учись, сей, капитан. Одна хурошка на двоих. Пошли. 14-16 стихи. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Умоляя отца о помощи апостолам, высказывайте причину, по которой они достойны великого попечения от отца. За слово твое, которое я предал им, возненавидели их. Посему они достойны получить помощь от тебя, так как мудрствующее, мирское, возненавидели их за тебя. Порочные люди ненавидят их, потому что они не от мира. То есть умом своим не привязаны к миру. И не истощают свои деятельности для него. Как же он в другом месте, Евангелие Тиана 17.6, говорит, Те, которых ты дал мне от мира, были твоими. Там он говорил о природе их, что они люди и часть мира. А здесь говорит о мыслях и произволении. И замечает, что они не от мира, как и я не от мира. Не смущайся с ними словами. Апостолы не были так святы и чужды, страстей мирских, как Господь. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. 1 Петра 2.22 А они не избегли немощи человеческой природы. Итак, услышав слова, как и я не от мира, не принимай их за совершенное сходство апостолов с Господом. Но когда это, как об Отце и о Нем говорится, тогда только разумей равенство. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы во время нахождения их в мире соблюл их от зла. И как весь мир будет обращаться с ними, как с чужими, то ты, небесный, уже помоги им, как гражданам небесным. Говорит это очень часто вслух ученикам, чтобы они, слыша это, возненавидели мир и не посхрамили такой похвалы им. Соблюди их от неприязни. Говорит не только об избавлении их от опасности, но и о пребывании и утверждении в вере. В одном месте я от мира, в другом не от мира. А тут это разъяснение. Одно дело по природе, другое дело по произволению ума. Хотя речей никаких нет. То есть не просто я прочитал это, а я снова получил выставление, откровение. Вот почему бывает, один человек с ним встречается, ему интересно так, а другой, что есть, что нет, пришел, ушел, отмолчался. То есть он не учится, и сам неинтересно, и никому неинтересно. Он сам для себя неинтересно. А как сделать все? Я дальше продолжаю разговор. А как сделать все интересным? Я только по опыту личному могу сказать. Все, что ты видишь, ты себе можешь поставить вопрос, а я понимаю это или нет? То, что вот здесь есть. Я пришел, у меня на днях, ну, может быть, три дня назад, от неприятности было, новую косу купили, все это сделали, я тут приделали, многофина, ручка-то отдельно все. И вдруг я косил, но столько косил, никогда в жизни, кажется, столько много не косил. На другое участок перешел, а тут большой олимпей у матушки подъехал летает, и она в него корит. А на земле он так не корит, в ствол. Тик, я отлетел, пополам перелез, как так? А там видно, заранее делаешь, чтобы легко было сломать и заново купить. Это китай. А у них Бога никакого нет. Я налево-направо, Андрей, он легко там нет. Другой еще что-то сказал. Я пошел к этому брату Игореву. Я ему три раза подряд надоедал. Он не просто посмотрел, свои дела оставил, делал, а с объяснением. Знаете, вот закалка бывает, иногда так перекалка. Вот раскалит, а потом туда я говорю, говорит, нельзя перекалить. Я не знаю в этом деле, но я его слушаю и сомневаюсь, Три раза делал, что можно мне делать. Я тогда прошел к Алексею, он тоже посмотрел, побежал к отцу, а отец говорит, пусть обращается всегда, когда что нужно. И сделали косу, у меня лежала новая, другая там, канадский был здесь отец, дети канадские были. И лежали, лежали. А я ничего не сказал, только сказал Игорь, Варабаш, я в магазине не поеду некогда, но вам же присылали, я делал, привозил. А они на полке лежат. На этот момент я как будто забыл их. Я пошел, взял, принес, ее приделали. Не просто сделали, а с объяснением. Я пошел и думаю, человек заинтересовался, и он меня поднял на новый уровень. Когда мы поехали в дальнюю поездку, тут такое обсуждение было, какую машину взять, везти около тонны. Бывает пять человек или семь. Дальше, вот все такое, что ведущей было первое, без прицепа. Советов было много. У меня друзей многое, но погодил совет вот этого брата, Игоря Валентиновича. Ему купили газель. Она удовлетворила нас во всем, не считая поломки, которая от нас не зависела, за вот брак там какой-то поставил, какая-то шестеренка. Не так. Видите, как это знание, знание перенет другому, вызывает молитву, благодарение. Так и здесь. Многие толковали, забывали. А Тефилакт, он дьякон был. И он решил по парням брать, что Златоуст истолковал, а здесь нет, а здесь нет, он берет дальше. Дальше. А это вот так, а вот это место, истолковал я на них. Он никто так не толкует, он и это берет. И получилось вот то, что сейчас имею по Блаженному Тефилакту. И в это время знакомый меня там, Миша Буряков, дьякон, Игнатий там взял это и скользил. Он не знает, что переводов несколько. Из этих нескольких переводов я избрал самый полный, потому что 900 лет уже, как переведено, это сказал Блаженному Тефилакту. А вот что-то если нет, у него тут перевод другой, и он так судит. Вот у меня знакомый, я дам очень хороший, баптист. И знания у него есть. Я с ним много занимался, но знания он и сузил до одного. Допустим, что такое душа? Душа что такое? Начинает объяснять. Написано, говорит, душа, душа это отдельная субстанция тела. Душа вышла, тело легкое. Я говорю, все, все. А написано, с Яковом пришло 75 душ. Ну что, души? То есть без тела сидели, говорят, друзья, приехали. В семье, говорят, пять душ. А все. Или душа его прилепилась к Дине. Полюбил девицу, и она как-то сиренцепрелась с какой-то стороны к ней. Все. Душа прилепилась. И душа болтается, не поймешь, с какой стороны. Ну, конечно, не так. Это 18 значений слова душа. А ты знаешь о нем. Я ему говорю вот такое. Наконец, знаешь, что он знает о нем. О, вот это вот есть. Он знает о нем. И на этой узости сжался до предела. Я говорю при том, назначение Библии. Библии. Душа есть жизнь. Душа его в крови, его. Господи. Ты понимаешь, сколько надо выбирать? Все эти места. Вот я сегодня сказал, самая упоминаемая книга Ветхого Завета в Новом Второзаконии. Никто не может ответить. А почему? Это надо сидеть подряд считать. Ветхого Завета и взятые из Исаии. Ветхого Таразакония. Это есть Псалтирия. И когда уже прочитал четыре евангелета, и ты увидел, здесь 38 раз, здесь 17, а здесь только 4. Я заделал предпочтение тому, что больше. И в любом деле ты сам заинтересуйся каким-то делом. И ты увидишь, как в этом деле у тебя что-то новое появится. Любое дело. Я буду говорить об этом сегодня еще. А вы это дело понесите. А на то он говорил. Говорил, когда люди выходили, он говорил, я ничего не сумею. Ты придешь домой, не спеши на пироги к жене. Сначала поделись тем, что ты получил в храме. Что я вам сейчас рассказал? Вы это принесите. Слугам расскажет. А она, жена скажет детям, работе. Я ничего не сумею сделать. Это я братауз говорил. Умерший в 47-м году. Начало 5-го века. Вы понесите дальше. Я вам говорю, вы несите дальше. А вы не даже... А они только пишут. Варлам. Я не знаю, еще он там пишет. Успевает не записывать. Вы записывайте всегда записывайте. Неперывно. Вот представь себе, что из Москвы присылают ко мне человека Макарова Сергея Сергеевича. Он 11 лет работал в «Комсомольской правде». Это очень салантливый журналист. И вот присылают. Он пишет, как первый раз ко мне нашел в квартиру. Я представлял, сейчас выйдет такой богатырь. В стенку влипнешь, и вдруг выходит я шистый, пушистый, как шли. тут я не разобрался еще. Оказалось, нет. Ну, дальше все это подробно я там в нашей книге до слова Божьего не буду записывать. И дальше вот мы идем, где ходят? Я в тюрьму. Я хочу в тюрьму. Я говорю, а нас дешевле получил. Ему надо было знать, почему землины. Я говорю, мама, он-то поехал в администрацию. Представь себе, из Москвы, вернулся здесь. И у нас там свагин где-то попал туда. Я говорю, краевая администрация такой-то, гляжу, он уже туда проник. Везде, он везде прошел, и поэтому написал так, что ничего нельзя изменить. Как он думал, как в действительности. Он все открывает. Это талант. Мы идем, поднимаемся там в склон к тюрьме в Агнауле-то. А холод был где-то 42 градуса и дым в смог такой стоит. А он идет там и говорит, а потом все записывает. А я не вижу, он записывает. Ну и раз, он застыл. Стой. Ты что сейчас сказал? Я говорю, что сказал? Какое последнее предложение сказал? Он уже в руках ручку держит и записывает. Я стоял, стоял. Да мы же говорили об этом. А вот о чем говорил. Повтори. Вы не просто журналист. Он работает. Он понял те слова, которые я говорю. Они нужны людям. Он донесет, он даст понять им. А я говорю, как обычно, для меня ничего значимого не знаю. Не имею. Вот как. Это журналист. А другой сидит рядом. У нас же тут приезжала одна барабаш Игорь. У него 300 гусей. Он меня эту гусь такая бы не держал. Ну откуда 300 там взяли-то? Ну я приезжал в редакцию в алтайском языке. У барабаша 300 гусей. Их 300-то было. А сейчас у него нет еще. Две гриши и своровали. Платите за них. А у него разве нет гусей? Ни одного и не держал никогда. Люба держала. Тут гуси у разных гусь. Вы не держали. То есть обман. Проглотят читатели. А я нет. Вы даже извините перед читателями. И так здесь. Здесь за каждое слово мы решаем. Истина так. Или сейчас филакт сбился. И ты должен решать. Идет уже сегодня вопрос на эту тему будет. И его можно ответить будет. Видите как. Тебе должно быть это интересно. Интересно? Я сегодня поставлю такое, что вы будете долго глотать. Считай дальше. Я говорю сегодня когда корреспонденты приезжали такое ощущение, как будто задача такая услышать и все как-то вывезли. Как-то немножечко сделать не так. Это от кого зависит? Это от человека зависит? Может быть цели были разные? Может быть тот приехал честно все написать? И он профессионал, а этот не профессионал своего дела? Слово Божи гонил с нашей книгой. И там приезжал Александр Тихонович Черняков. И он неоднократно здесь был меж колоссиями и звездами. О! Надо же считать начинаешь и сами слезы появятся. Мы молимся здесь и говорит и вижу говорит белоснежный плат в сумерках растерянный и молятся крест стоит дети шалаши стоят сфотографированы все и молятся они о всех кто и в космосе и русские шурави в плену русские это шурави по-афгански в плите знаете ли вы что там в сибирских степях дети молятся о вас а вы коммунисты проповедуете рисуете дверь счастья оказалось никакой двери нету нарисован на стене и вы ржавым ломом ломитесь туда вот 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 я увидел говорит как небо открыто здесь это все там посчитаешь вот как идем дальше 17-19 освети истину это все состоит состоит в хранении правых догматов а что он говорит о догматах это видно из объяснения двоеточие слово твое есть истина то есть нет в нем никакой лжи посему если ты даешь им сохранить слово твое и самим сохраниться от зла они осветятся истинно слова освети их истинно твоею означает ничто иное именно отдели их для слова и проповеди и сделай их жертву пусть они послужат этой истине пусть посвятят ей собственную жизнь прибавляет как ты послал меня в мир и за них я посвящаю себя то есть приношу жертву как ты их осветил то есть отделив жертву за проповедь и поставь их свидетелем истины подобно как и меня ты послал свидетелем истины и жертвы ибо все принесенное в жертву называется святым чтобы они как и я были освящены и принесены тебе Богу не как жертвы подзаконные заколаемые в образе но истинами ибо ветхозаветные жертвы например агнц голуби горлицы и прочее были образами и все святое и все святое в прообразе было посвящаемо Богу пред изображая собою нечто иное духовное души же принесенные Богу в самой истины освященные отделены и посвящены Богу как и посвящены Богу как и Павел говорит представьте члены вашей жертвы живою святою послание к римлянам 12 1 итак освяти и посвяти души учеников и сделай их истинными приношениями или укрепи их потерпеть и смерть за истину значит ягнята голуби горлицы это дикие горлинки это были образы в области растекла посмотрите Хевая Христос воскрес понятно и что нарисовали пасту больше ничего нету пасту и что там нарисовано ну-ка Стек подойди покажи сними мы говорим сейчас считаем что образы вы в образах еще даже не дошли да образов не дошли ни горлицы ничего нету и что это означает лебедь у тебя лебешка какой-то чайник такой я видел с птичьим носом в какое отношение это с пастой вазка это типа вазочка наполненная яйцами яйцами и что это паста кулич с яйцами кулич означает гроб другого нет ничего гробоеда другого нет яйца вареные жизни никакой нету обман пасха наша христос закон за нас поэт говорит пасха христос да а как христос а кто тебя заставляет христос ничего не рисую но не обманывай вареным яйцами что такое бьются там ничего нет а смысл-то заложен был что там жизнь а это скоблупа гроб и он воскрес разорвал все оболочки смерти у нас все обман пока остановиться на этом у меня сегодня несколько тем будет вторая тема так и так так и и и и и и и и Продолжение следует...